Масленица Изменить свою жизнь в 86 лет легко. 3000 километров – путь из Новосибирска в Москву. Теперь Валентина Ивановна живет рядом с детьми. В этом году масленицу впервые встречает вместе с активным долголетием. Признается, всегда провожает зиму с огоньком и блинами. Масленица обязательно. Мы не только отмечаем блины, мы даже сжигаем масленицу. У нас такой традиционный праздник. Это в Новосибирске очень принято. Вы знаете, такие масленичные гуляния широкие, когда красиво наряжают, сжигают. Это очень здорово. Пока без сжигания чучела, зато за столом вместе с близкими. Так проходит масленичная неделя у Галины Ильиной. Блины готовят по традиционному семейному рецепту. На кефире и только сладкие. В свое время масленицу всегда же отмечали. Дружно, всей семьей собирались. Текли блины. И я смотрела, как это делает мама, и поэтому научилась. В семье Ильиных главная по блинам – невестка Светлана. Она приучает к готовке и детей. Сын Артем учится во втором классе и уже балует себя собственноручно приготовленным лакомством. А если вдруг первый блин будет комом, бабушка знает, что делать. Я говорю, что он к счастью в семье, значит, будет все хорошо. И потом мы его кладем на подоконник. Готовить в компании легко. За разговорами незаметно появляется не один десяток румяных блинов. Долголет и в кулинарном искусстве. Люди опытные. Да и передавать знаниям внукам и внучкам не будет лишним. Очень много знакомых людей, практически одинцовские, все знакомые. Дружно очень, очень хорошо. На молоке, кефире или даже на кипятке. Точно по рецепту или на глаз. Каждый решает сам. Бабушки выбрали несколько видов необычных начинок. Творожный сыр с зеленью, крем-чизм без сахара с добавлением меда. Но не только ингредиенты влияют на вкус блинов. Правильная сковорода – половина успеха. Моя самая любимая сковородка – это антипригарное покрытие. Блинная, хорошая, тяжеленькая сковородка. Можно готовить на чугунной сковородке. К ней нужно немножко приноровиться, потому что блины будут первое время у вас подгорать по центру. Но мы немножко приноровимся, уменьшим огонь и будут блины прекрасные, как у наших бабушек. Масленичная неделя завершится 17 марта. Прощенное воскресенье. А это значит потренироваться в приготовлении блинов и начинки. Для них время еще есть. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.